Прекрасного дня, утра. Буквально вчера я поделилась своими размышлениями по поводу представителей. Ну, у них разные эпитеты, оборотни в погонах. Есть такое слово от московский уголовный сыск, МУС. Вот их еще до сих пор так называют. И, вы знаете, так вот жизнь как-то нас, видать, проверяет меня в частности. Кстати, вчера я поделилась о том, что участковый Тарасов просто забил кое-что на мою ситуацию, когда она возникла еще в прошлом году, хотя она длится много лет. Предыдущий, вот я его прям благословляю весь его род, всех его родственников, потомков. Виктор Горощук у нас был участковый несколько лет назад. Он, наоборот, помог в моей ситуации со вторым владельцем жилья. Это мой биологический отец, он садист, вор, насильник и убийца. Но он это все делал так, чтобы его не привлечь по закону. И вот поставили, видимо, передвижки в этой структуре, поставили участковым некого Тарасова Михаила. Ну, или лет на вскидку, там, может, ему 30 чем-то выглядит на все 40. И когда я обратилась к нему с вопросом, что проведите хотя бы беседу, напомните, что есть законодательство, там, за воровство, за истязание, за доведение до самоубийства и так далее, да. И пришла спустя несколько дней, а он мне прям прямым текстом говорит, я спросила, говорю, вы проводили беседу с этим человеком? То есть он знает адрес, где проживает биологический отец, не по адресу прописки, ну, на тот момент, в том году, что вещи пропали у меня. А Тарасов сказал, ну, прям прямым текстом, может, проводил, может, не проводил, типа, что вы от меня хотите? И вот я вчера как раз по этому поводу делилась. А сейчас я наблюдала, сидела, пила чай, и вижу, идет очередной представитель такой вот, как Тарасов. Весь такой согнувшийся, ну, с горбом уже, плечи такие опущенные, как будто бы, знаете, там нагрузили на него 100 килограмм сверху мешков. Открывает рабочую сумку, трясущейся рукой какие-то бумажки достает, потом начинает, берет телефон кому-то звонить. Вы знаете, мне так жалко стало этого человека. Я даже не ожидала от себя, что у меня появится сочувствие, сопереживание. Хотя это такой же оборотень в погонах. Ну, как, можно понять, что, может быть, какой-то 0% порядочных участковых существует? Мы не знаем. У меня было почему-то такое ощущение, что на него начальство наорало, что дома у него тоже куча своих, там, дети, ипотека, жена наседает. И у него же рука тряслась. Кто-то скажет, что, наверное, это синдром после того, что много алкоголя. Но я думаю, нет, на него, наверное, наорали в отделе. Может быть, он, наоборот, ответственный, а может быть, он ничего не делал. У него реально тряслась рука, когда он достал документы. Мне прям так жалко стало. Видите, какое противоречие у меня, у простого человека, что мне может быть сочувствие этим людям, а у них нету к нам сочувствия. Понимаете, в чем разница? Мы-то нормальные, настоящие человеки, а они нет, они какие-то машины-убийцы, которым плевать на наши ситуации, вот эти бытовые. Вот, откровенно надсмехаются в глаза. Ну вот, значит, не такая я мразь получается, что мне грустно стало за другого участкового, что я просто увидела это воочию, вся эта его ситуация задавила. Ну, это же видно по осанке, когда человек в себе уверен, когда у него все хорошо, он совершенно по-другому себя ведет, и походка, и все остальное, а у этого просто даже руки тряслись, и видно было, что он с таким, как будто камень на сердце этот телефон берет, и плечи согнувшиеся, вот так вот. Мы-то к ним как к людям, а они к нам как к скоту относятся, вот эти вот товарищи в погонах, полицейские, участковые. Вот такая вот разница. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова